Доброе утро! Так, ребятки, у нас очень приятная новость. У меня недавно вошла в систему дама из Нью-Йорка. И она вошла исключительно с целью потери веса, потому что они с сестрой были на другой какой-то программе более полгода. За это время они потеряли почти 30 фунтов. И очень хотелось бы еще кое-что сбросить. Но процесс остановился. И они, когда пришли в систему, я немножечко волновалась, потому что процессы над организмом уже были определенные проведены. И как будет организм реагировать на нашу продукцию. Было под большим вопросом. И поэтому сначала продукцию взяла одна сестра. Она за 5 дней сбросила 5 фунтов и 2 унции. И сестра, естественно, ее тоже купила продукцию. И вчера они мне позвонили. Вот Стеллочка у нас, лапочка, превзошла свою сестру. Ее уровень 7.4. На что ей сестричка говорит, ой, как хорошо ты. Прямо 7.5 сбросила она. Ну не 7.5, 7.4. 7.4 – это очень хороший результат, потому что у меня последние пару было ситуаций, когда девочки теряли только по 4 фунта, что я считаю невероятно малым, хотя Юсана говорит буквально от 3 до 5. У нас вот есть случаи и 7. И я помню, что мой муж тоже фунтов 7, если не 7.5 за первые 5 дней сбросил, что его безусловно воодушевило. Но у меня за всю историю моей работы в этой компании было два случая, когда люди вес не потеряли. Первый случай был уже достаточно давно. И женщина не просто не потеряла вес, она даже набрала веса, стала набирать вес на нашей продукции. И, естественно, мы с ней звонили вместе в Юсану. И вот такой трикол, потому что для меня было странно, что происходит, вообще вес должен убавляться, он прибавляет. И специалист ей задавал вопросы. И первый из вопросов, которые он задавал, на каких диетах вы сидели, какое ваше постоянное питание. Оказывается, дама чего уже только не перепробовала в жизни. И на тот момент, когда она пришла на продукцию компании Юсана, которая достаточно калорийная, сытая, сытная, она полностью питает организм полноценно, все в ней сбалансировано, она обходилась такой едой, что я вообще не знаю, как она ноги-то таскала. То есть у нее утром было две печенюшечки, вот типа крекеров, и два тоненьких кусочка сыра. Это был ее завтрак. И полдник, и ужин очень мало по калорийности отличались от завтрака. И, естественно, вот это полноценное питание Юсановское для организма стало благом, и он быстренько-быстренько стал набирать вес с тем, чтобы иметь возможность на чем-то существовать. То есть, ну, я не знаю, какой ее был вес и почему она считала, что надо себя морить голодом, но Юсана сказала, просто посылайте назад продукцию, мы ее примем, мы денежки ваши вернем. Совсем недавно была ситуация другая. То есть, женщина себя не морит, она достаточно крупного размера, ей очень захотелось потерять вес, и после ресета она стала себя значительно лучше чувствовать. Веса потеряла очень мало. Она мне говорила, что вот за неделю уходило буквально всего 200 грамм, что меня поразило. Я спрашивала, что и как она делает, занимается ли спортом. Она ходит и в спортзал, и у нее работа очень такая подвижная, и нет сброса веса. И мы вместе звонили в Юсану, но возвращать нечего, продукция съедена, результаты не даны. И нам консультант просто сказал, что да, так бывает, потому что главное антитоксиновая все-таки чистка, а сброс веса идет как сопутствующий. Хотя я-то в первую очередь упоминаю, конечно, про антитоксиновую, но я всегда говорю, потому что это практически всегда есть, вот за исключением двух случаев за шесть лет, что люди не просто теряют вес, а очень хорошее количество веса теряют. И тем не менее, два человека всего по 4 фунта сбросили, что есть мало. И я всю эту неделю после того, как девочка мне сказала, что я не буду брать продукцию, хотя вокруг меня столько много русских и столько много полных, и если бы я сбросила, то я бы привела вам в компанию очень много людей, но им надо видеть мой результат, а результата-то нету, там по 200 грамм уходит, это ничего практически. И я вот всю неделю рылась, и чего я нарыла? Не знаю уже, как она питалась до того, и не знаю, как она питалась параллельно с юсановской продукцией. Я обычно разрешаю вам есть все, что вам захотелось, хотя юсана рекомендует все равно продукцию употреблять с глутен-фри, с низким глутемическим уровнем, если сахар присутствует какой-то. Ну, думаю, что она не обжиралась в этот единственный прием пищи, когда она его ела то, что хотела. Я вот что нашла, надо расшатать, раскачать, раскачать ваш метаболизм. Метаболизм, видимо, настолько уснул, что она, причем, она ей говорила, она говорит, можно я второй раз ресет пропью? Я говорю, нет, ни в коем случае, не надо, через полгодика или через три месяца мы сделаем еще один раз, а сейчас пока просто заменяйте еду вот два раза и смотрим на результаты. Она еще просидела просто на юсановской продукции еще неделю практически с нулевым результатом. То есть, о чем я думаю, метаболизм уснул, и он спит крепким сном. Разбудить его можно вот таким способом. Чтобы я не забыла, я еще хочу сказать вам такое, прежде чем будем гудить метаболизм, и я буду всем своим сейчас новым, вновь пришедшим, рекомендовать, и вашим сотрудникам, вы тоже все рассказываете, что, во-первых, если же съели что-то жирное, сладкое, бога ради, ни в коем случае себя не ругайте, потому что каждый раз, когда вы сопровождаете кусочек в организме с недовольством собой, метаболизм еще более замедляется. Если вы захотели что-то поесть вкусное, вредное, бога ради, вы имеете право, накройте себе красиво стол, порадуйте себя, съешьте все, что вам захотелось, но с удовольствием и себя похвалите за то, что, ой, какая я молодец, я имею право быть на юсановской продукции и терять вес, а я имею право себя вот так побаловать, вот так принцесса себя накормила тем, чем захотела. Конечно, желательно, чтобы вы тем, чем захотели, себя питали в первую половину дня, потому что все успевает переработаться к ночи, а вечером уже предпочитали юсановскую продукцию, но, тем не менее, ни в коем случае себя не ругаем, не замедляйте свой метаболизм. Видимо, наша дама очень давно себя поругивает, и он просто уснул. Для того, чтобы разбудить метаболизм, есть такое замечательное правило. Каждый раз после любого приема еды вам нужно потратить на себя, сейчас я скажу, ну, минуты две, наверное, будем проделывать вот такое упражнение. вы выдыхаете через нос в себя воздух на четыре счета. Четыре раза по четыре вы его удерживаете и на два счета через рот выпускаете его, через маленькую щелочку в рту выпускаете на восемь два раза по четыре. На восемь щетов два раза по четыре, я говорю. губки в трубочку не складывайте, чтобы лишних морщинок не нарабатывать. Выпускаем вот так. Вот так выпускаем. Причем, чтобы вам весело было считать, а не раз, два, три, четыре, до шестнадцати, мы будем считать следующим образом. Я стройнею хорошо, нет, я стройнею очень раз вдохнули, потом на четыре раза. Я стройнею очень раз, я стройнею очень два. Не быстро, а нормально считаете. Сейчас, чтобы вам быстрее. До четырех, потом выпускаем на два счета. Я стройнею очень раз, я стройнею очень до. Губки не надуваем. Итак. выдохнули все из себя. Вот столько на один раз. Надо сделать десять раз после каждого приема еды. Я и сегодня этот ролик пошлю, я и вам его рассылаю. Кстати, если под вами есть новые сотрудники или префиокастомеры, вы, пожалуйста, им рассылайте эту информацию сами, потому что я посылаю тем дистрибьюторам, которые у меня есть, префиокастерам я не рассылаю. Им тоже, пожалуйста, эту информацию пошлите, чтобы они, если медленно уходит вес, расшатались в свой метаболизм и после каждого приема еды, чтобы вы не ели, чтобы вы не сделали, вы, пожалуйста, вот это упражнение проделайте, пусть метаболизм запускается, пусть у вас будут самые хорошие результаты, пусть вы у меня будете самыми стройными и самыми красивыми, а с вами была Галина Смис, сегодня самый лучший день, всего доброго, пока-пока, надеюсь, мы будем все страничные.